приветствую всех дорогие друзья с вами черный металловый space инженер и так тут я решил поэкспериментировать оказывается на станции нет ни одной гироскопа строить гироскопы мне на ней как-то если честно жутко влом но там есть тыковочные модули я вот хочу сейчас попробовать застыковать два кораблика вот сейчас сижу как говорится выпендриваюсь как надо посмотреть мердж блоки вообще работают у меня или нет для начала эти говоря так мне не сюда мне вот сюда прямо на правильно так давайте проверим мердж блоки работают или нет где у меня тут будет выход к этой станции правильно все все правильно здесь надо движки получается спилить блок есть мердж нету чем с другой стороны что ли только да вы издеваетесь да мы не только здесь почему здесь нет ладно проехали так давайте эксперимент себя за приватчу сразу попробуем состыковать надеюсь это получится было бы неплохо станцию галилео наверное буду разбирать самый последний вариант но потому что не знаю мне как-то волнует то что там очень много руды это руда может вывалиться и разнести пол станции вообще хлам так а там движки на получается мне спилить да они будут мешать до движки здесь будут определенно мешать так мердж блок давайте-ка попробую его спилить надо свой тогда поставить будет до чтобы хотя бы был выход так мердж вот он так куда тебя за место броньки давай поставим ну наверно как-то вот так вот что ли не знаю 2 поставится или нет сейчас проверим как раз нет на 1 не хватит точно на 2 не хватит но ладно не так специфично на самом деле так здесь лампочек нет ничего не мешает порядок но здесь конечно бы смол стил тубы мотор линд вернет все на дыбок так погоди-ка снова стул тубы моторы и чуть-чуть осталось сейчас осталось так выбери и добавляй так я здесь где-то видел какие-то интересные отверстия но это я их видел давненько по ходу дела так что это у нас такое а вот как раз что я видел и и не понял юмора вообще какого она за стеклом болталась на ладно так давайте-ка подберем то что тут пытается улететь ладно пусть летит фиг ты бы с ним так мне нужда восьмерочка на игры восьмерка мне нужна но вот встала страна как встал он дал ладненько давайте попробуем подлететь корабликом и застыковаться по идее должно получиться хотя такой стыковкой я еще не пользовался проверим там бы камеру неплохо было знаете так поставить давай че я вытворяю вообще там не скажет не проще было бы у этого корабля пару гироскопов спилить пожалуй жесть сейчас как тереник у нее вот это будет весело да если бы я камеру поставила шо толку тут камера кстати есть я смотрю на эти блоки все включены и и и и и и и я не влажу что ли получается или влажу вот это блин засада все удлинять что придет давайте посмотрим текст не сюда вот сюда так крыло мое 2 2 единицы да надо удлинять все вниз опущу тут выступ получается 2 единицы тут 1 единица вот засада и крылья мешают да надо удлинять как ни крути как ни крути надо удлинять так давайте сюда весь хлам переложу сейчас будем тогда мерч блоки спиливать так мерч блоки тогда спилим поставим блоки еще броньки так какую броню будем использовать но я пожалуй тяжелую буду использовать не вижу как-то вариантов адекватнее так ой этой гори горелкой долго довольно таки это будет все ну ладно так и мне пластин не хватает да вы издеваетесь у игра ну тебе спасибо я теперь как раз помнил отличие легких блоков от тяжелых и почему люди любят строить на легких блоках ну ладно вот так вот должно как бы все зайти правда впритык по ходу дела у меня опять все будет это как бы не очень хорошо то что это впритык все будет идти так жестко да это как бы все будет печально блин да это как бы все будет печально спирить что ли это пушку нафиг давайте спилим уж нафиг Э, а где патрошки? Патрошки! Ладно, юмора не понял. Так, ну по идее, так я уже без этой пушки должен состыковаться. Иди сюда. Зараза засада. Да, тут гравитация есть. Так, ну. Должен по идее сейчас стыковаться нормально. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Немножко вперед. Так, наоборот, надо немного поднять мордочку. Немного в бок. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Немножко левее и назад. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Да, я камера не люблю использовать. В редких случаях использую, когда... Надо едать вот таким вот париться. А пока... Стыкуемся. Давай-давай-давай, я в тебя верю. Я в тебя верю. Давай-давай. Чудо ты, астраханская. Чего ты не хочешь? Ну ладно, она сейчас стабилизируется. Тут, видите, там, блин, запчасти эти вот. Все что-то? Ну не до конца, не до конца. Все пытается, пытается. Вся проблема здесь в нижней части. То есть, по сути, из-за нижней части ее колбасит. А с нижней частью сделать-то я ничего не могу, да? Ну давай, вставай. Я же вижу, ты можешь. Так, а ничего не мешает? А, понятно, патрошки улетели. А, все, стыканулось. Застыковалось-ся. Все, дорогие друзья, мы стыковали станцию с этой бабыней. Называйте, как хотите. Ну, я еще посеял 240 патронов. Это такая печаль. И опять прекратился огонь. А почему? Эм, ладно. Так, ну ладно, давай посмотрим, как эта фигня вся Калабандурина будет теперь вообще лететь. Вот это мне, честно говоря, довольно интересно. Пожалуй, единственное, что мне сейчас интересно, как это все полетит. Слушай, мне надо до станции, да? О, блин. Ну что, она двигается, она двигается. Двенадцать миллионов килограмм. Тихо. Как серию-то назвать? Дуэт. О, так они даже... А, починили, наконец-таки. Короче, раньше, если вы так стыковали корабли, получалось, как? Что один корабль, стыкованный с другим, постоянно тормозил другой. То есть, если один двигается движками вперед, вот задними, то этот передний будет тормозить наоборот. Я раньше помню, стыковал корабли, когда модульный делал. Ну, никак не мог понять, почему у меня так туго он разгонялся. Ну, а потом доперло. Ну, чё, давайте разгоняемся до полной скорости. Вырубаем дамбининг. Ну, торможение, или как оно называется, я не знаю, честно. Я вижу, что у меня оксигена фиг да нифига. И мне надо включить дамбининг. Иначе я сейчас без оксигена откопычусь. Вот ж, ё-моё. Так, я успею, интересно, долететь. Для своего кораблика. Мм, делаем ставки, господа. Ого, как тебя колбасит-то. А здесь кто-то чё, дамбининг вырубил? Корабль двигается. Вот это плохо. Ой-ой-ой-ой, как всё плохо. Как всё грустно и печально. А ты чё двигаешься, друг милейший? Ладно, умрём без оксигена, зато тормознём корабль. Надеюсь. Что мы его тормознём. Правда, чё-то я в этом сильно не уверен, как бы. Так, давай вперёд. Вперёд-вперёд, давай-давай, я в тебе верю. Я в тебя верю. Так вот, я не понял. То ли он плохо так тормозит. Да, это он так тормозит, просто плохо. Ну, я сейчас чувствую, это за кислородом-то не то, что недалечу. Даже не доплываю рядышком. Путыть, твою налево. Да-да-да-да, я умираю. Я на 5 километров уже тыкнул. Блин, меня жубили. А чё, мне баллоны кислородом закончились? У меня их с собой нет? Ладно, умираем. Пупить твою налево. Ай. Ладно, полетели дальше. Чё я могу сказать? Косяк на косяке, косяком погоняю. Как говорится, разгоняемся, урубаем энергию. Ну что ж, дорогие друзья. Это у нас была серия такая, стыковка, назову. Стыковка парного дуэта. Так интересно смотрится, кстати говоря. Сейчас разгоняюсь полностью. Скриншотик хочу сделать. Назову серию стыковка парного дуэта. А так, более-менее скажу, мне понравилось. Стыковку они починили. Теперь два корабля не действуют. По-разному. Но это уже хорошо. Если они не действуют по-разному, значит они действуют совместно. Это уже хоть какой-то прогресс. Так, а вот ты мелкий. Type 2. Иди знаешь каким лесом. Куда подальше. Что ж, дорогие друзья. На этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии. Просто вставляйте под видео на YouTube. И на канал для узнания новых новостей. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok